Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Было АТП Махачкалинское, стало Каспийское. Автобусы все же будут курсировать между городами. Решение нашли в правительстве республики. Проснулись, а под окнами фундамент. Что за объект хотели построить в центре Каспийска? Расскажем в выпуске. Новый сезон, новые цели. Дагестанские борцы ведут активную подготовку к турниру Гран-при Иван Ерыгин. За 10 дней января в Дагестане вакцинировано более 60 тысяч человек. Об этом на совещании заявил Сергей Меликов. В среднем ежедневно вакцинируется по 6 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в декабре. Кроме того, по мнению главы региона, наращиваются объемы тестирования. Средние показатели в республике – 316 исследований на 100 тысяч населения. Автобусные маршруты 100 и 44А вернутся на линии. Председатель правительства Дагестана Абдул-Патах Амирханов провел накануне совещание по этому вопросу. Напомним, 5 января премьер-министр по поручению главы республики Сергея Меликова выезжал на предприятие в связи с возникшими проблемами в его функционировании. Теперь принято решение, что на правах аренды автобусы будут переданы в Каспийское АТП, которое к тому же примет на работу весь водительский состав Махачкалинского транспортного предприятия. Амирханов поручил уже на этой неделе запустить рейсы с эксплуатацией того транспорта, который находится в надлежащем состоянии и безопасен для перевозок. Между тем, как утверждают сами водители, практически все автобусы данных маршрутов нуждаются в ремонте и техническом обновлении. На эти цели требуется порядка 10 миллионов рублей. В правительстве обещали помочь финансами. Денег на всех не хватило. Задолженность по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет погасят в январе. Об этом сообщает Минтруд республики. Ведомстве уточнили, что такая ситуация сложилась из-за нехватки выделенных из федерального бюджета дополнительных средств. Таким образом, выплата была осуществлена за ноябрь и частично за декабрь прошлого года. В министерстве уведомляют также о задержках в сроках рассмотрения заявлений о назначении пособия. Это связывает с многократным обращением граждан ввиду отказа по причине несоответствия критериям нуждаемости семьи. Чаще всего это предоставление неполных данных, наличие движимого-недвижимого имущества, а также отсутствие трудовых договоров. Так, из поступивших с апреля прошлого года 261 заявления по 111 вынесено решение об отказе в назначении выплаты, отметили в пресс-службе ведомства. На центральной улице Каспийска в период новогодних праздников появился фундамент, возможно, нового кафе. И все бы хорошо, только строение расположилось на территории, прилегающей к многоквартирному дому. На ситуацию отреагировали не только местные жители, но и мэрия города. Подробности расскажет Ларьяна Шумхалаева. Центр Каспийска, улица Ленина, многоквартирный дом номер 33. Прямо на газоне, впритык к елем и туям, за одну ночь возник фундамент. Жильцы забеспокоились и обратились в мэрию. Вердикт чиновников – строение незаконно. В ходе мероприятий, проведенных отделом муниципального контроля, был выявлен факт незаконного самовольного строения на данном земельном участке. Разрешительная документация на данное строение у владельца этого земельного участка отсутствует. По нашей информации, данное строение было возведено в течение вечерних суток, можно сказать. На данной территории возводить подобные объекты запрещено, поскольку эта зона является зоной зеленых насаждений, спарковая зона. Суд его обяжет снести данное строение своими силами, собственными средствами. В случае неисполнения, добровольного неисполнения решения суда, ответчику грозит административная ответственность, вплоть до уголовной. Каспийчане, ежедневно проходящие мимо высотки, желали бы видеть здесь не очередной коммерческий объект, а усаженную цветами аллею. После праздника, вчера, первый день в школу, все, мы вчера идем с внуком, мы видим вот здесь, он спрашивает, баба, а что здесь строят? Я говорю, я откуда знаю, я не знаю. До 31 декабря здесь ничего не было, а сейчас, действительно, я не знаю. Лучше было бы, чтобы была зеленая жена, цветочки росли, розочки, все было бы прекрасно. Пока мэрия подавала иск в суд, объявился и представитель владельца участка. По его словам, на землю имеются все необходимые документы, чтобы успешно завершить строительство объекта. Не исключено, что это будет новая кофейня. С 2006 года я являюсь собственниками этого участка. 15 лет, получается, по 26 года, по 21 год платим налоги за этот участок. Каждый год. Тогда всего этого не было здесь, все так не было застроено. И столько лет не было, да, такой возможности построить какие-то свои дела, были, может, у человека, да, у хозяина. И сейчас решили строить, и очень проблемы образовались такие. Предыдущий хозяин данной квартиры, который является рядом, от него согласие есть нотариальное, то, что он никакого отражения не имеет на постройку. Тут появились новые хозяева, получается. Они сделали коммерческую пристройку, да, и этот. И они возмущаются. Жильцы возмущаются то, что, ну, почему там, да, там ни одно дерево не тронуто не было. Ничего не всрублено, ни вырублено, ничего не было. Все деревья как стоят, так и стоят. Также в дальнейшем, также еще будет благоустроено, да. Это будет легкая металлическая конструкция стеклянная, да, это не будет там какое-то злачное заведение, какое-то, типа, вроде сигаретов там, продажи, что-то типа этого рода. Просто, может, какая-то коктейльная кофейня, что-то типа этого рода, да, для отдыха, для людей. На сегодня в Каспийском городском суде, по информации мэрии города, находится порядка 30 аналогичных дел. По некоторым из них уже принято решение о сносе. Что же будет с данным участком, пока не ясно. Во всяком случае, собственник земли тоже намерен отстаивать свои, по его словам, вполне законные права. Ларьяна Шамхалаева, Салман Гетихмаев, Новости ННТ Каспийск. В Ленинском районе Махачкалы завершено строительство нового путепровода, соединяющего микрорайоны Анджи и Пальмира через реку Черкес-Озень. В 2021 году администрация города был запланирован и проведен капитальный ремонт обеих улиц, ведущих к мосту. Это улицы 10-я, Агельная и Узорная. Напомним, осенью прошлого года рядом со строящимися дорогами произошел обвал моста, который был построен много лет назад местными жителями без соблюдения нормативов. Учитывая тот факт, здесь ежедневно проезжало большое количество автомобилей, в том числе общественный транспорт. Мэру Махачкалы было поручено в кратчайшие сроки построить новый путепровод, который будет соответствовать необходимым требованиям. «Было принято решение экстренно провести работу по восстановлению и строительству нового мостового сооружения. Данный мост будет уже полноценным. Шириной проехи части 6 метров и пешеходными зонами по обеим сторонам по метру. На данном этапе проводятся работы компании ОМОСТ. Кем-то причем договор на проведение данных работ. После завершения работ данный мост будет в виде нормативного состояния. Ранее этот мост считался бы сложным, без хозяина, мы жители в свое время сами построили, освещали и не соответствовали никаким нормам правилам, поэтому произошел обвал». Более 100 километров дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали в Дагестане в прошлом году, сообщили в Министерстве транспорта региона. Среди них 51 километр автодорог регионального значения и 54 уличной дорожной сети Махачкалы. Кроме того, на ремонт 26 километров улиц столицы республики дополнительно из резервного фонда правительства страны было выделено 400 миллионов рублей. В целях повышения безопасности дорожного движения в 2021 году на автодорогах установили 10 камер фотофиксации и один пункт весогабаритного контроля на участке объездной дороги через поселок Талги. Мусорная свалка в микрорайоне Аркабаш, недалеко от Хасаверта, стала излюбленным местом для домашней скотины. Коровы мирно пасутся на мусорном полигоне и питаются всеми возможными отходами. Пока неизвестно, санкционированная эта свалка или стихийная, но местные жители просят контролирующие службы обратить внимание на проблему. В Дербенте приступили к установке так называемых «умных остановок». Первый интерактивный пункт для ожидания транспорта уже получил массу положительных отзывов от жителей и гостей древнего города. Теперь люди смогут ждать автобусы и маршрутки в тепле и уюте. На остановке имеется табло с указанием транспортных линий, установлены кнопки вызова экстренных служб и система интеллектуального видеонаблюдения. А самое главное, есть Wi-Fi и возможность зарядить телефоны. Кроме того, остановка оборудована климатической системой для обогрева зимой и кондиционирования летом. И к новостям спортивным. Дагестанские вольники начали финальный этап подготовки гран-при Иван Ерыгин в Красноярске. В обойме все лидеры команды, в том числе медалисты Олимпиады в Токио. О том, с каким настроем наша сборная подходит к началу сезона, выяснял Курбан Рагимов. После игр в Токио не прошло и полугода, а на дворе уже новый олимпийский цикл. Самый короткий в истории. Заур Угуев нацелен на Париж. После яркого и тяжелого сезона чемпион отдыхал три месяца. Теперь пора начинать все сначала. Первый месяц прошел, честно сказать, желание появилось. Я начал бегать, потом бегать, только начал на кайру ходить и уже пошли встречи. И вот так это все застанилось. А сейчас желание есть. Я молодой, 26 лет, мне всего лишь, думаю, как минимум еще на один цикл побороться. Полным ходом начинаю уже готовиться в Париж. Две тренировки в день с прицелом на чемпионат Европы. Новый сезон увольников по традиции стартует с Ярыгинского турнира. Соревнования в Красноярске послужат главным этапом отбора в национальную команду. В столицу Сибири отправится десант из 50 борцов. Перед ответственным турниром команда проводит уже второй сбор. На базе в микрорайоне Караман работа в основном проходит на ковре. В программе – отработки приемов и тренировочные схватки. Все хотят бороться, все хотят выигрывать. Основная команда у нас есть. Плюс мы подключили уже молодых. У-21 и У-23 ребят. Они тоже. Это раньше у нас такого не было. Практики не было. Да, мы так могли, они прийти с нами, потренироваться. А сейчас они полноценно со сборной командой тренируются. Молодежь всегда дышит старшим спину. Поэтому они готовятся. Я вижу, они хотят догнать. Очень даже тренируются хорошо. Берут пример со старших. Не хотят не отстать от старших. Это все есть. Сохраняя прежний настрой и мотивацию, олимпийцы, чемпионы мира и Европы идут за новыми титулами. В обойме все лидеры. Многим из этих вольников в Красноярске придется выявлять сильнейшего в очных встречах. Команде уверены, здоровая конкуренция – это и есть двигатель прогресса и мастерства сборной Дагестана. Даша, наверное, мотивирует стать олимпийским чемпионом. У меня есть цель. Надо тренироваться, идти к мечте. Все для этого тренируются. У нас внутри братская атмосфера. На ковре 6 минут придется выложиться, потому что каждый хочет выиграть, и уступать никто не собирается. На ковре будем бороться, а после ковра пожмем руки, и как были братьями и друзьями, вот так и останемся. Тренировки на базе в Карамане продлятся две недели. Турнир в Красноярске стартует 26 января и продлится до конца месяца. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это была последняя информация в этом выпуске. Средите за развитием событий. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова